Добро пожаловать на нашу очередную встречу! Я, наверное, немножко расскажу о нашем клубе, потому что я поняла, что есть люди, которые пришли впервые к нам. Их меня зовут Фалина Ахенбрид. И с 2007 года я руковожу нашим клубом. Мы собираемся раз в месяц. Обычно это третья суббота месяца. Вы для всех, вы запомните, это третья суббота месяца с перерывом на летние каникулы. И у нас в гостях бывают писатели, поэты, музыканты. Интересные люди. Вот. Вот это наша программа. Это не моя личная программа. Это программа библиотеки Санни Аус. А Санни Аус мы входим в систему библиотек Майами Дэй. Майами Дэй у нас 50 библиотек. Вот одна из библиотек находится у нас в Санни Аус. И Санни Аус находится в Russian Social Club. И наши сети очень хорошо к нам относятся. И нам предоставляют раз в месяц вот этот большой, прекрасный зал, где обычно заседают наши комиссионеры. Но наш раз в месяц, он наш. И это место, где нам разрешают говорить по-русски. У нас в гостях русскоязычные авторы, музыканты и так далее. То есть, я не знаю, у нас, если есть гости, я думаю, что нас простят. И вас сегодня ждет, я надеюсь, я уверена, это очень хорошая встреча с интересным человеком, с интересным музыкантом. У нас сегодня в гостях Клара Бегли. Я немного расскажу о ней. Она родилась и, в общем-то, выросла в Прибалтике, в Латвии. Там же закончила вильнюсскую газетную пианист и педагог. Первую эмиграцию она совершила в Израиль. И, живя в Израиле, она вступала с камерными ансамблями во всей стране. Ну, в 1980-м году она совершила свою вторую эмиграцию уже в Северную Америку, в Канаду, в Торонто. В Торонто, да? Окей! Где завоевала известность как пианист, аккомпаниатор и дирижер многочисленных хоров. Она аккомпанировала многим оперным певцам. Она аккомпанировала известным кантором, включая ее покойного мужа, всемирно известного кантора Дэвида Бегли. У нее есть ученики, которые занимаются оперной деятельностью. Как аккомпаниатор, она ездила с концертами, побывала в многих странах, включая такие страны, как Израиль, Англия, Чехословакия, Германия и даже Китай. Клару известна в музыкальном еврейском мире Торонто. Она проработала много лет в Джордж-Коминтес-центре в Торонто. 40 лет. Я думаю, что те из вас, кто ходит постоянно, наверное, узнали Филару, которая выступала в прошлом году с небольшим музыкальным поздравлением нашему прекрасному музыканту Эдуару Шраймуну во время его эмбелейного концерта год назад. А вот сегодня она приглашает вас на свою программу, приглашает вас вместе с ней совершить путешествие по ее жизни. И во время этого путешествия она расскажет, будут рассказаны истории в ее жизни и будут исполнены песни на разных языках. И что ж, счастливого пути! Я приглашаю вас к вам. Я хочу, во-первых, поблагодарить замечательного человека, очень приятную женщину Фаину, что она меня пригласила выступить перед вами. И я, откровенно говоря, первый раз выступаю во Флориде и должна сказать, что даже волнуюсь. Фаиночка, большое-большое спасибо. А вам всем большое спасибо, что вы пришли послушать меня. Я, конечно, я очень люблю дождь. И вот он как раз сегодня выпал, и я не соревнуюсь ни с берегом моря, ни с вами пол. Вы здесь со мной. Вы здесь со мной. Я хочу вам сказать, работая с таким огромным количеством людей во своей жизни, с коллективами, аккомпанируя всем, я вот смотрю на всех вас, вверх мне необычно приятно, так необыкновенно приятно. И я хочу, я хочу. Вы знаете, что вот этот час или полтора, который я буду выступать, это мое время дать вам, и это время ваше быть со мной. Пожалуйста, принимайте участие. Фойте, хлопайте, танцуйте, ля-ля-ля. Любой человек, который сидит за инструментом или поет, и когда видит, что люди открывают рты и участвуют, это для музыканта, для артиста самое большое счастье. Так что, пожалуйста, и еще одна такая вещь маленькая. Все могут петь. Когда мне говорят, что у меня нет волоса, и мне не дверь наступил ухо, я никогда этому не верю, потому что все могут петь. Пожалуйста, поверьте мне, и давайте будем делать это вместе. Сегодняшняя моя программа, вы видите, что я в красном цвете сегодня. Вчера весь мир, весь North America отмечали день. Это... Я чувствую, спасибо, Даня. Это день любви. День любви, любовь. Как мы вообще можем жить в этом мире без любви? Наверное, ни у кого бы это не получилось и не получается. И каждый любит кого-то или что-то по-разному. Сегодня моя программа, она посвящена тем людям, которых я люблю и любила по жизни, и ценю, и еще храню, и несу в своей голове эту любовь. А музыка, 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 это же вообще чудо. Вы когда... Вы послушайте даже слово музыка. Вот если я вам скажу музыка, или на английском music, музыка, само слово, это же не то, что если ты скажешь «мороз». Это музыка. Это слово такое красивое. И когда ты с ним зачитаешься, прикасаешься этим словом, не может быть ничего некрасивого. Моя программа произошла совершенно, как у них на английском несколько лет, как у них, как у нас тут на английском говорят, «байер флук». И несколько лет тому назад один мой коллега, плеонист, попросил меня заменить его на какое-то очень важное, на какое-то важное событие в Торонто, потому что я живу в Торонто. И он говорит, «Клава, ты знаешь, я повредил кисть, а это очень серьезное событие, и они собирают деньги для израильской больницы. Адаса хоспитал в Ярушилайе». И им нужен аккомпанемент. И они меня пригласили, и я должен играть. Я говорю, «Ну, сегодня, вот сегодня, а завтра нужно играть». Это немножечко «too short of a notice». Я говорю, «Да, это же пианист, он говорит, это же классический ампинист». Я говорю, «Ну, слушай, классика, может быть, я в последнее время недостаточно занималась на рояле». Он говорит, «Знаешь ты?» Он мне говорит, «Что там у них такой рояль? Что у них там? Киборг?» Он говорит, «Я даже не знаю». Он говорит, «Ты знаешь что? Давай я посмотри, что я хочу играть. Ты что-то против того, если я буду играть какие-то песни, он тогда играет ради Бога. Что ты хочешь? Только спасай меня». Находя в Тома, я открыла свои книги и начала листать книги. Естественно, классическая музыка, которая популярна, классическая музыка, которая там им поиграла как-то, но это понятно. Но я листала, листала, листала эту книгу и песня за песней, песня за песней, и вдруг меня осенила такая мысль, что все эти песни это в принципе это моя жизнь. Что во всех этих песнях от первой до последней я могу создать такой цикл своей жизни и связать, естественно, с музыкой. Я очень надеюсь, что то, что я исполню и то, что я буду говорить, я буду говорить, даст вам почувствовать мою любовь к музыке. К музыке, который такой мой большой друг, который со мной на протяжении всей моей жизни и едет со мной, и ехал со мной по континентам от одного, другого, одной эмиграции, другой эмиграции, и вы знаете, что это нелегкий путь, эмиграция – это дело суровое, но музыка всегда и есть со мной. Это что-то, что оно со мной, и никто никогда не может этого забрать у меня. Песни, знакомые вам, специально подготовленные, принимайте участие. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 И это даже относится ко всем нам. Душу бы рассветать, а тоски дорогой длинною, До ночи предлунною, да с песней твой, Что вдаль летит звеня, да с той старинною, Да с песней струнною, что по ночам так мучила меня. Да, выходит, пели мы за даром, Понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, То, как и ночи эти отошли, До водой длинною, да с песней твой, Что вдаль летит звеня, да с той старинною, Да с песней струнною, что по ночам так мучила меня. Вдаль, родную, новыми путями, Нам отныне ехать, слушайте, боль. Ехали на трубке с губинцами, Да с песней твой, да с той старинною, Да с песней твой, что вдаль летит звеня, Их учила меня. Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Моя доченька на переводе на идише – это «Тохторл», и она всегда обращалась ко мне «Тохторл», и она мне говорила «Тохторл, я очень хочу, чтобы ты играла на пианино, но если мама хочет, чтобы «Тохторл» играла на пианино, конечно, «Тохторл» будет играть на пианино, потому что Брат был более академичен, математичен, он был и учился на инженера, эта музыка, он любил музыку, но музыка не для него акты, я хочу, чтобы играла на пианино. Но не было такой вещи, чтобы мы не слушались родителей, они много не говорили о своей жизни, о ссылке, о войне, но мы чувствовали всеми фибрами нашей души, что они прожили тяжелую-тяжелую жизнь, и мы, как дети, старались просто быть хорошими детьми, хорошо учиться, приносить хорошие оценки, чтобы радовать их души. И вот в один прекрасный день мы жили в конце двора, я вижу, что-то приходит, мой папа что-то тащит, помогает грузчикам тащить, и, оказывается, это был мой первый инструмент, мою пиано. Это было пиано необыкновенной красоты, немецкий лакированный инструмент, все было выгравено ручную, посередине, когда ты смотришь на этот инструмент, был выгравен бюст Бетховена, а по обоим сторонам, а по веим сторонам были канделябры, когда-то там свечи стояли, но их не было тогда, и все кругом было в ручной гравировке. Это было чудо, не инструмент, но вы понимаете, что мне не дали, не разрешили вывести, потому что это была собственность государства. И я начала свое музыкальное образование, меня мама записала в школу и так далее, вы знаете, тут же я занималась музыкой, в которую я влюбилась. Я влюбилась, и я очень поверила музыке. Вот я всеми фибрами души чувствовала, да, музыка это очень прекрасно, но тогда, уже будучи ребенком, я чувствовала, что музыка это лечащий инструмент, потому что музыка это энергия, и вибрация этой энергии помогает человеку. Ты в хорошем настроении, ты дотронулась до клавиши, оно тебе помогает. Ты в плохом настроении, ты дотронулась до клавиши, и оно тебя успокаивает. Я как-то поняла, что музыка это что-то необычайно прекрасное, и я выбрала для себя, что я буду музыкантом. Безусловно, в этом очень много трудов моих родителей, и я посвящаю песни, которые я не узнала на этом континенте, ни в Израиле, ни в Канаде, ни в Америке, они пели эти песни. Разница была только в том, что у меня мама очень любила грустные песни, а папа веселая, но это другая уже страна, чем много рассказов. Томбала, томбала, томбала. Томбала, томбала. Томбала, 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 т Играет музыка 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 Моя дочка Она самая красивая Моя дочка Она самая умная И самая, самая, самая Но, вы знаете, у меня есть сюрприз для вас. Это то же самое было и с моей мамой. Я для нее была самой-самой-самой. И вот один такой случай. Я помню, я была, как они тут говорят, в Америке и в Канаде, тинейджер. Я зашла в комнату, где мои родители находились, и я увидела на столике помаду. Вы помните помады, которые были там? Красная алая помада. И я ее намазала на свои губы. И я выхожу, моя мама в кухне, она повернулась, она смотрит на меня. И она говорит, доктор, что ты с собой делала? Сделала? Я говорю, я ничего с собой не сделала. Мама, как это? Ты посмотри, что ты сделала? Ты такие губы страшные сделала. Накрасила помадой. Я говорю, мама, я же хочу быть красивой. Но что ты, моя доктор, ты же самая красивая. У тебя такие алые губы. А эта химическая краска только заберет, испортит натуральные цветы вот этого губы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 началась волна, он, правда, нам сказал по детям, он говорит, но у вас, когда дети представятся возможности, вы еще молодые. И если вы сможете отсюда уехать, уезжайте. И вот его слова. Потому что даже у меня мурашки потело. Он говорил такую вещь. Вы знаете, здесь не надо шутить. Ситуация такая. Сегодня разрешат вам уехать. Он как будто бы смотрел в будущее. А завтра, вот так его слова. А завтра закроют двери. И вы никуда не сможете уехать. Так что дети, я вам говорю, если тогда сможете, уезжайте. И вот много лет спустя, я живу в Торонто, и мне попалась в работе с моими певцами, музыкантами, попалась мелодия из тогда нашумевшего бортбейского шоу. на библейскую тему о том, как братья приревновали своего брата к отцу Якову, и они там его забросали, забросили, а потом египтяне его найти. Это вся библейская тема. Я прочитала слова, когда я начала обучать своих певцов этой песни, и я смотрю, что слова этой песни перекликаются со словами, с вещами, словами моего папы. Но еще более, я вам дам хит. Вы, когда будете слушать, внимательно слушайте слова этой песни, и я даже говорила со многими людьми, я слышу в этом, в этой песне, в этих словах, которые написал Мистер Галайс сильно то, что впечатляло его, и он не был евреем, то, что произошло в Хорокост. Называется Close Every Door. Close Every Door to Me Hide all the world from me Bar all the windows and shut out the light Do what you want with me Hate me and laugh at me Darken my day to them and torture my night If my life were important I would ask Will I live or die But I know the answers Lie far from this world Close Every Door to Me Keep those I love from me Children of Israel I'm never alone For I know I shall find my own piece of mind For I have been promised a land of my own Just give me a number instead of my name Forget all about me and let me decay I do not matter I'm only one person Destroy me completely And throw me away If my life were important I would ask Will I live or die But I know the answers Lie far from this world Close Every Door to Me Keep those I love from me Children of Israel I never had home For we know We shall find with our old piece of mind For we have been promised A land of our own wear You We have had found In Israel They were very nice good people and they will always remember who helped me in my professional life They were wonderful people А я преподавала, и мы создали небольшой ансамбль, флейта, скрипка, фото-пианы, волончей. И с ним мы путешествовали по стране и выступали в разных местах, для солдат, в больницах. Все куда нас только не приглашали. Израильтяне очень странные люди. Мы приехали в Израиль в 1973 году во время Йом-Кипуровской войны. Страна была абсолютно как будто бы мертвая. Тишина мертвая. Где-то через 10-12 дней война кончилась. И все, как грибы после дождя, приходят в жизнь, живут в ресторанах, в кафе. Жизнь продолжается. Я влюбилась в эту песню, которую я хочу. А я по сегодняшней дне, сто лет спустя, я люблю эту песню. Это песня Лилия. Что я, говорят израильтяне, так же, как все, я родился для мира, для жизни. Что да, мы разговариваем на разных языках, но мы хотим мира. Что да, мы разговариваем на разных языках, но мы хотим мира. Что да, мы разговариваем на разных языках, но мы хотим мира. Что да, мы разговариваем на разных языках, но мы хотим мира. И так Богу было угодно, чтобы Он меня свел с людьми, которые работали в очень красивой, необыкновенной синагоге. Консервативной, неатрадоксальной, консервативной. И так Богу было угодно, что я стала дирижером хора в этой синагоге. И опять же я влюбилась в необыкновенно торжественный, beautiful сервис этой синагоги. Я такого никогда не знала. Да, у нас в Литве была синагога, мы иногда туда бегали детьми на праздники. И в Израиле мы никогда в синагогу не ходили, правда, один раз на емкий тур. А тут вдруг такая majestic синагога, я даже не могу вам передать. Такой торжественный сервис. И вот это одна из песен, в которую я влюбилась. И я ее пою по сегодняшний день. Где она говорит о том, как мы должны вообще, что такое Бог, кто Он для нас. И мы воспеваем Его. Мы должны воспевать Его и днем, и вечером. Изумительная мелодия, уверенно вы ее знаете. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Солнце. Солнце. Красота. Это страна, о которой мечтали тысячелетия евреев иметь свой кусочек земли, чтобы их никогда оттуда никто не гнал, чтобы они были хозяевами своей страны. Это изумительная песня. Это изумительная песня. Слова потрясающие. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я говорю, нет, я никогда не сочиняла Я получала огромное удовольствие Играя произведения великих людей Никогда не сочиняла И вот однажды Я забыла вам сказать Я, наверное, не могу этого не сказать Что прошло где-то 4 года Я работала дирижером Уже в другой очень серьезной синагоге В Торонто С серьезными музыкальными традициями Дирижер был известный в Канаде музыкант И это было очень, как говорится, для меня лестно Что меня пригласили на эту работу В хоре этой синагоги Я встретила человека Который через 4 года уже, как говорится После смерти моего мужа Стал моим мужем Он тут в зале Он мой муж, дорогой мой муж Мой друг, помощник Джим Хайфеттс Джим Хайфеттс Он скромный Он не хочет Он, вот Чем? Аплодисменты И вот как-то я нахожусь дома Я дома И вдруг Меня прислезает какая-то мелодия Крутится она у меня в голове Крутится, крутится И покоя от этой мелодии нет И когда что-то крутится Я думаю, что так Я не могу от нее Навязчивая идея Эта мелодия Не могу я от нее избавиться Где же я ее слышала? Кому я аккомпанировала эту мелодию? Она меня мучила Эта мелодия Несколько дней А потом я пришла к выводу Гларда, это ж твоя мелодия Ты ее сочинила Но я же никогда этим не занималась Она просто спустилась ко мне в мою голову И это моя мелодия Когда я сочинила эту мелодию Она понравилась Я всем ее играла Всем своим друзьям Мужу А потом я думала Это ж все-таки только мелодия И есть продолжение Я думала, мелодия просто мелодия Давайте я что-то еще придумаю И напишу какие-то слова К этой мелодии Я думала, что же мне сегодня важно И вообще нам всем Что так важно? Чтобы был, наверное, мир на земле Это самое главное Чтобы, естественно, мы всегда говорим Чтобы мы были здоровы Ну и без, не без этого Но чтобы мир был нам Нашим детям Нашим внукам Нашим внукам И вот это я положила Вот эту молитву О все-ше любимый роман На эту мелодию На свою мелодию Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я бы хотела бы закончиться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Я могу видеть голубое небо, и ты мне дал угол, который я могу назвать своим домом, и может быть даже в этом доме кто-то меня ждет. Это бонус. И поэтому я живу. Барката, благодаря тому, что ты мне дал, о молодых женщин, родители, о том, что я имею в мире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...